А перед началом нового видео хотел бы посоветовать канал Патрика. Я пиарил его уже несколько раз и есть за что. За его угодный контент и хорошую подачу в роликах. Он делает английский контент, в котором делать смешные монтажи, рафляные видосы про новые обновы Кобса и открытие кейсов. Короче, если вы хотите приятно провести время, поржать над мемами в Кобсе, то обязательно заходите на его канал, ссылка будет в описании. И так, ребята, всем по-прежнему большой привет. Это я, как всегда, Иван Майлд. И мы по традиции будем, как всегда, открывать кейсы. И в этот раз Павел Пазик, если учитывать его фамилию и имя, дал нам аккаунт, опять же таки, с набитым критикал пасом. Я очень благодарен, что некоторые подписчики рано или поздно меня поддерживают и дают разные аккаунты, в которых есть кейсы, ребята. Еще раз огромное спасибо, и в скором времени будут еще и новогодние кейсы, так что, если будет кто-то из вас покупать, из подписчиков моих, то обязательно пишите мне в ВК, возможно, договоримся, вы купите кейсы, и я, в принципе, открою их на видео, обязательно вас отблагодарим. Итак, ребята, на этот раз у нас аккаунт ПавелXX, здесь, в принципе, все это дело, вот, Сатаеву и прочее, так далее, и тому подобные просьбы, если что, добавьте его, друзья. Также он попросил, ну, типа, его как-то пропустить, ну, типа, ВЛС ему напишите, здесь у нас критикал-опси есть чатик, так что, если что, напишите ему, он хочет себе как-то повысить звание, он мне писал, так, ежедневное задание, ну, он все это дело выполнял. Итак, ребята, как мы видим, он копит на критикал-пасс, поэтому мы не будем кредиты тратить, хоть и печально, но чувак хочет именно так. Итак, ребята, у нас 14 кейсов, сколько можно выбить с критикал-пасса, как обычно, и, опять же-таки, будем надеяться на нож, хоть это и не мой аккаунт, но в любом случае, очень было бы приятно выбить чуваку нож. По традиции, начинаем с первого тира кейса и заканчиваем премиум-кейсами. Начинаем. Итак, с первого у нас падает, что же нам падает? Нам падает АК-47, дубликат. Окей, ладно, конвертируем его в синие кредиты. Открываем второй кейсик. Опять дубликат. Что-то, мне кажется, все, чуваки, это чисто выпуск дубликатов, как мне кажется. Итак, второй тир. Нам падает Супер 90 Лотус. Это, в принципе, неплохой скин для дробовика. Такой простенький, ну и красивенький. Открываем еще. Нам падает еще один Лотус. Второй класс. М4. Продолжить. Еще раз. Третий раз подряд Лотус. Вы че, серьезно? Компенсируем, ребята. Третий тир. Нам падает на этот раз Найт Лайт на СГ. Скин тоже на любителя. Окей, ладно, давайте продолжим. Давайте, надеюсь, хотя бы калашик. Ну, хотя бы калашик. Ну, окей, ладно. П-250 тоже такой скин на любителя. Он у меня был в первое время, но потом я что-то его забросил. Итак, ребята, открываем следующий кейсик. Так, что же у нас будет в следующем кейсе? У нас будет Хаунд. И это тоже дубликат. Ну, это реально, ребята. Сегодня день дубликатов и скинов Лотус. Ну, это реально, ребята. Итак, и четвертый тир. Мне вообще казалось, что здесь четвертый тир. Будет где-то по два кейса. Но я посчитал, что с Critical Pass можно выбить только 14 кейсов. Поэтому вот. И это я уже ошибаюсь. И что же нам выпадает? Нам выпадает Эшка 417 Локуст. Такой вот кузнечик у нас. Все так хорошо и красиво раскрашено. Мне нравится, ребята. Лотус. Я не знаю, зачем я сказал Лотус. Наверное, дебил. Итак, ребята. Теперь пятый тир у нас кейс. И будем надеяться, что это будет что-то хорошее. Нож. Ножа здесь не выпадает, если что. На выпаду... Вот это, вот это уже годнота. Вот, ребята. Это уже годнота. Джессер 1911 Dreamcatcher. В принципе, такой нормальный скин. Он тоже, кстати, на любителя. Но он мне нравится. Мне он очень сильно нравится. Я бы тоже его хотел. Итак, продолжить. Ага. И теперь самое сладкое. Это стандартный и примус, которых нам может выпасть все-таки нож. Итак. Давайте начнем со стандартного. На выпадает Супер 95 Arrow Heat. Мне нравится этот скин. В принципе, неплохой. Еще стандартный. Здесь мы можем не надеяться. Ну, здесь, конечно же, будет у нас конвертация. Опять дубликат. И теперь, ребята, два преум-кейса. Напомню, что вроде там 1-2% на то, чтобы вам выпал нож. Но, блин, у меня бывало такое, что я, получается, на новом аккаунте ARP. Я открывал там первый премиум кейс. У меня, кстати, это зафиксировано на прошлом видео. Ну, не на прошлом, а вообще на канале есть видео о том, что я открывал первый премиум кейс. И мне выпал нож. Это просто было круто. И надеюсь, что сейчас такое уже будет. Давайте. Открываем. Нам выпадает. Нам выпадает опять. Опять дробовик. ФП-6 Пауэршот. Ну, в принципе, такой неплохой скин. Он, знаете, так на картинку, как будто картинку налепили на сам скин. И всё, в принципе. Ничего не разукрашивали. Ничего такого. Продолжить. И у нас последняя надежда на то, чтобы нам выпал какой-то хороший коллаж. Или другой любой скин. Либо же ножик. Надеемся. Слава богу, у нас без фейлов. О! Хороший скин. Аук Флориал. Флориал у нас четвёртого класса. И, знаете, я бы тоже сказал, что он на любитель. Но мой любимый цвет это краса. Но здесь какие-то розочки, цветочки и так далее. Мне кажется, это какой-то уж женский скин. Хотя, ладно, без разницы. Всё равно скин красивый. Я бы тоже его носил. Это, в принципе, все кейсы были. Если что, ссылка... Ой, не ссылка, а точнее... Ник на этого челика, который вы можете добавить, друзья. Павла, если что, будет в описании. Взаимно добавляйте его. И на этом всё, в принципе. На этом всё. Всем желаю удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok